всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о абутилоне расскажу как я за ними ухаживаю и где они у меня стоят в общем все 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 об этом растении как вы видите у меня их уже несколько четыре сорта абутилона но они конечно быстро очень отцветают поэтому не поймала момент просто некогда было вот у меня розовый очень хорошо цвел я и в принципе показывала в предыдущих видео его вы видели вот один цветочек и он уже по моему отцветает даже но бутончиков очень много еще они вообще хорошо сказать круглый год для них главное чтобы солнышко попадало но не прямые солнечные лучи в общем они очень цветолюбивые не зря он у меня занял первое место в топ-5 моих цветущих растений потому что он цветет постоянно и причем очень обильно ссылку на это видео вы сейчас увидите в правом верхнем углу кому интересно можете зайти посмотреть кстати это мой самый первый абутилон он простой он цветет вот такими вот оранжевыми цветочками и сейчас кстати он начинает уже цвести я его формирую просто деревцем он у меня высокий стоит самостоятельно уже вырастила я его сама с отростка совсем маленького а вот здесь вот если видите листочки сохнут но это нормально в домашних условиях потому что не хватает влажности все-таки растения у нас из тропиков который вот большой абутилон это у меня простой а вот это вот уже гибриды то есть это выведенные сорта абутилонов и они отличаются еще чем самим цветком видите цветок раскрытый но они конечно бывают если крупные вот если ванильный взять у него немного свисают как колокольчиком потому что у него очень крупные цветы но вот этот сок ванильный я его формирую штамп из него делает но он конечно когда он маленький вот у меня кстати отросток есть он очень цветет обильно и цветы крупные у этого цветочки мельчать стали из-за того что может быть даже и маловато ему питательных веществ можно и пересадить побольше горшочек родина абутилона южная америка абутилон или канатник его еще называют его еще называют комнатный клен потому что у него листочки похожи на кленовый лист особенно вот у обычного сорта у гибридов конечно листья уже другие так это не это тоже гибрид а вот который я вам первый показывала там как раз то вот прямо на глиновые листья похожи а эти уже листочки другие особенно вот у розового здесь видите вообще резных нету кругленький такой ценятся эти комнатные цветы за длительное цветение и неприхотливость если достаточно света как я и говорила он может свести круглый год как правило гибридные формы имеют более продолжительный период цветения растет комнатный клен очень быстро хорошо ветвится и за весенний летний период из черенка можно сформировать небольшое деревце или компактный кустик абутилоны используют для озеленения комнат зимних садов и офисов они не нуждаются в сложном уходе это довольно неприхотливые домашние растения летом их можно использовать на открытом воздухе для озеленения террас и внутренних двориков абутилоны любят хорошее освещение и зимой и летом если освещение будет недостаточно он не будет свести и плохо будет развиваться поэтому его лучше размещать на восточных западных окнах но если южное окно то такое притяненное растениями другими если на южном окне то нужно конечно притенять потому что может получить ожог листь полив зимой такой умеренный полив а летом конечно когда жарко когда уже в квартирах тоже становится солнце на окнах жарко земля пересыхает быстро и поэтому требуется полив более обильный весенне-летний в общем полив обильно но все по мере пересыхания верхнего слоя почек может быть даже на половину я их не опрыскиваю хотя абутилоны они я уже говорила любят повышенную влажность воздуха так как они произрастают тропиках и субтропиках и конечно же удобрения удобрения можно вносить весенне-летний период раз в 14 дней удобрения для цветущих растений грунт использует либо для цветущих растений либо универсальный грунт с добавлением каких-то разрыхлителей чтобы почва такая была пышная и воздухопроницаемая чтобы влага надолго не скапливалась ну с вредителями я особо-то не сталкивалась но я думаю что паукиный клещ конечно любит все растения любит так что проблем с вредителями у меня не было и про черенкование размножается бутилон очень легко просто вот срезать веточку ставить воду и в воде прекрасно дает корешочки можно в тепличку кто кому как нравится и так же хорошо размножается семена которые продаются сейчас у нас уже в садовом центре любит обрезку потому что очень легко его формировать обрезка как вот вы хотите видеть свое растение так и можете его подстричь он в принципе только спасибо вам скажет так что не бойтесь стригите свои бутилончики потому что он растет очень быстро это вот если гибридные сорта взять они конечно помедленнее растут а если вот обычный сот который вам показала первый он вы знаете он разрастается очень очень быстро если кто следит за моими видео то наверное знали какой он у меня был раньше еще я когда в квартире жила у меня там видео есть он был выше меня ростом представляете это видео я вам тоже оставлю ссылку под видео посмотрите в общем тот сорт растет очень быстро я очень люблю это растение за его красоту и неприхотливость если у кого-то еще нет такого растения то я прям советую завести будет радовать своим цветением вот как солнышко посмотрите желтый какой красивый и розовый тоже ванильный тоже красивый а еще сколько много сортов есть подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео а а